Всем привет! Вы снова на канале Супер Арбалет. Я Андрей Котов, мастер спорта России по стрельбе из лука. Это важно вообще? Да. Я считаю, что одной из дорог развития профессиональных спортсменов должна быть грамотная и правильная настройка луков и арбалетов. Также всей моей части в целом. Я считаю, что проще всего и правильнее всего начать со стрел. Из-за чего? Из-за того, что стрелы влияют на точность. Для того, чтобы более глубоко разобраться в этом вопросе, мы купили станок PAPS от американской компании Fireknock. Этот станок может измерять ровность стрелы, жесткость индивидуально каждой стрелы, можно находить биение хвостовика или наконечника, а также измерять ровность поклейки стрелы. Давайте разберемся с тем, что такое точность. Точность – это характеристика, которая показывает, насколько одинаково с технической точки зрения стрелок совершает несколько подряд выстрелов. Несложно догадаться, если использовать станок для отстрелки луков, то все выстрелы будут абсолютно одинаковыми. А значит, мы будем иметь идеальные группы стрел на любой дистанции. Однако, если стрелы будут хоть немного отличаться друг от друга по весу, жесткости и каким-либо другим показателям, то даже стреляя из этого станка, группы будут не идеальны. В подборе стрел нам может помочь этот станок. Давайте я покажу вам, как он работает. Станок состоит из прочного алюминиевого профиля с двумя пазами для крепления различных роликов. Также станок имеет с двух сторон линейку в дюймах, с одной и с другой стороны. Первая линейка ведет начало отчета от центра, вторая линейка ведет начало отчета от края до края. Давайте начнем с самого главного показателя – это ровный стрел. Для этого установим ролики. Устанавливаем ролики примерно на 10 дюймов друг от друга. Теперь берем стрелу, устанавливаем на ролики. И когда мы будем ее вращать, мы сможем увидеть биение либо трубки посередине, либо хвоста, либо наконечника. Для удобства на роликах есть резиновые уплотнители, чтобы стрела не двигалась вперед-назад. И теперь, проверив все стрелы на ровность, вы сможете отобрать из своего комплекта самые ровные. Давайте теперь сравним несколько стрел. Например, видно, насколько кривая древка у этой стрелы. Возьмем другую. Ну, тут вообще нет никаких биений. Наверное, это самая ровная стрела. И давайте посмотрим вот эту. Вот тут видно, как немножко бьет задняя часть устрелы, где должен быть хвостовик. Еще при помощи этого станка можно найти спинку стрелы. Для чего нам это нужно? Как известно, при вылете из лука стрела изгибается. В зависимости от типа лука это происходит в разную сторону. Но мы можем этим воспользоваться, если будем клеить перья по спинке стрелы. Спинка – это шов, то место, где стрела соединяется. В этом месте жесткость стрелы минимальна. А значит, ей будет легче всего гнуться именно в эту сторону. Для того, чтобы нам это сделать, а именно найти спинку, на станке есть вот такая башня с водвижным элементом. Два ролика. Мы устанавливаем стрелу под башню на ролике. Сверху устанавливаем груз с вибромотором. Включаем его. И начинаем плавно вращать стрелу. И в какой-то момент мы почувствуем, как стрела проваливается как будто в ямку. И не выкручивается оттуда. Это место и есть спинка стрелы. Тяжелее всего найти спинку было на стрелах от компании Black Eagle, так как качество шва очень высокое. И его практически не чувствуется. Чуть легче оказалось найти спинку на стрелах X10 от американской компании Easton. А на всех остальных стрелах более дешевого сегмента эта спинка ищется без проблем. Итак, это и есть наша спинка. Вдоль нее нужно клеить левое перо для классиков, верхнее перо для блочников. Как известно, есть два вида спайна. Один статический, второй динамический. Статический вид спайна – это то, насколько прогибается стрела на расстоянии 28 дюймов под определенным весом. Об этом у нас будет отдельное видео на нашем канале. Динамический спайн – это то, насколько стрела изгибается в полете. Это зависит от многих факторов. От веса наконечника, типа хвоста, типа перьев. Все это в совокупности влияет на динамический спайн. Сейчас мы чуть-чуть приглушили свет для того, чтобы воспользоваться следующей функцией – станка ПАПС. После того, как вы поклеили перья на свои стрелы, вы можете проверить ровность их поклейки. Устанавливаем стрелу, включаем лазер и с помощью проекции можем увидеть, насколько ровно поклеены наши перья. На этом пока все. В одном из следующих видео я расскажу вам про статический спайн, а также мы замерим его на этом станке. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok